Как вы начали? 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 Я уже не раз говорил об этом, что я очень доволен своим местонахождением. Мне все здесь устраивает, все нравится. Сейчас я стал немножко больше играть. Стало хорошее настроение. Тем более выиграли последнюю игру. Поэтому надо работать и идти гонять. Динамо – очень потихоньку. Не первый раз говорит о том, что ему все отличается. Он привыкал. Он говорит, что он доволен со всеми, как городом, так и клубом. Он должен продолжить работать и дальше. Он должен идти в едином реке. Можно выходить в едином реке? Это возможно? Конечно же, это будет очень тяжело. Все равно Риека играет в Лиге Европы. Не возможен вариант потери очков, так как они играют четверг и воскресенье. Риека может изгубить бодов, потому что играют в Лиге Европы. Они играют четверг и недели, и могут изгубить бодов. Что касается Динамо, то, конечно же, они, наверное, с ними будут потяжелее. Но, опять-таки, это футбол. И все может случиться все что угодно. Так как я помню, когда я играл в Динамо Киев, у нас был за восем тур, до конца 37 очков от Шахтера. В итоге не то, что им отдали чемпионат. В итоге мы проиграли плюс пять, 13 очков от Шахтера. И на краю Динамо изгубило первенство пять бодов разлики. Сколько ему это тяжело? Я думаю, может, что ему легко идти в лазах по форму? Что ему потреблять меньше времени? Ну, хороший вопрос. Доброе вопрос. И, конечно же, надо понимать и осознавать то, что ты пропустил столько времени. Треба разуметь и схватить, что пропустил достаточно времени. Но самому это тяжело, наверное, понимать. Самому ему тяжело это разуметь. Так как ты думаешь, что тебе хватит две недели или три недели, и ты будешь готов. Ну, хорошо, когда есть люди со стороны. Боря, ты, то есть и Горан Саблич, и семья Саблича, которая... И поэтому они говорят со стороны. То есть то, что видели два месяца назад и сейчас немножко есть разница. Поэтому, конечно же, надо это принимать, то, что люди говорят со стороны и работать дальше. И это, конечно же, не легко возвращаться после года, но это очень интересно. Когда ты сейчас процениваешь свою готовность, сколько ты сейчас готовишься? Ну, в этом плане, как ты считаешь, насколько ты готовишь сейчас, но не как бы ты был драман на данный момент, насколько готовишь. Ну, как можно? Ну, опять-таки, если говори по процентам, не люблю никогда это обсуждать, насколько я готов. Не воли говорить о поступцах? Никогда не воли говорить. Опять-таки, со стороны людей, ты думаешь, что ты готов на сто процентов? Люди тебе говорят, которые с тобой работают, что ты готов на сто процентов? Но ты, он, если ты скажешь сам, что ты готов на сто процентов, а люди со стороны тебе скажут, что ты готов на сто процентов? Но он не воли говорить о поступцах. Это тяжело как-то конкретно сказать. Надо просто с каждым днем работать над теми моментами, чего не хватает. И не хватало еще одином активе над недостатками. И немножко, когда их уберешь, приблизишь к той форме, в которой были раньше, то есть, будет еще больше прогресс. Треба работать над недостатками, на которых он сейчас есть. Было их и в Динамо, только играл, но надо работать над тем, что ему недостает и сейчас. Если тебе это фрустрирует, то ты все это знаешь, а это не можешь использовать, пока еще не сможешь это сделать? Ну, почему? В принципе, на тренировках, единственное, осталось, может, тот же паст, который в пенальти заработал. Я считаю, что я это хотел сделать, я это успел сделать. Значит, он это желал сделать, сейчас и в Задру, и что он дал пас, и на тренировках это не случилось. Немножко, так скажу, что... Сейчас я скажу. Может быть... То есть эти передачи проходят, но не все. Некакие пасы ему пролезают, но не все. То, что я хочу, то, что может быть получалось. Когда я играл в Динамо, их могло быть быть пять таких передач. Но пока их одна, две и четвертая, пятая может не пролезать пока. Значит, от пятых, которые он дал в Динамо, сейчас пролезают две, но четвертая и пятая не пролезают. Как ты смотришь на этот период, который ты пропустил этот год? Как ты считаешь? Ну, это вообще клуб был очень интересным для меня, наверное, таким. И жалко. Мне это жалко. Я не привык ни о чем жалеть в своей жизни. Не привык ни о чем жалеть в своей жизни. Не навыкать? Да, не навыкать. Никогда ни о чем даже сейчас не жалею. И о ничем он не жалит? Жизнь одна и никто тебе не правит указывать, как ты должен жить. Ну, такая ситуация, что все в принципе хорошо сейчас. Я нахожусь почти как дома. Он сейчас в очень хорошей ситуации. Кажется, что он находится как у дома. У меня все здесь очень хорошо относится. Для меня это первое, очень важный болельщик и президент и спортивный директор. Поэтому мне все нравится. И город хороший. Все отлично. Также игра очень хорошая. И ему все нравится. А как можно это связать с этим? Может быть, на хайп или даже думаешь, что не знаю? Ну, не будем загадывать. Я всего лишь здесь пока пару месяцев. Опять-таки, будет видно. Я не люблю ничего планировать, ничего загадывать в своей жизни. Поэтому, как оно будет, как судьба, наверное, решит так и будет. Как он в судьбе нарешит, так хочет быть. Не жалит ни что он не предговорит и прогнозирует и планирует, что будет дальше. Как ты считаешь? Можешь сказать про молодых футболистов, что ты думаешь о наших молодых футболистов? Да, из Хайдука. Есть мастерство? Как можешь читать? Скажу про двух скажу. За двойку что скажете? Скажу за Власича и скажу за Балича. Власича и Балича? Если... То есть, меня поражает физическая оснащенность и как он работает с мячом, Власич. То есть, в 16 лет настолько быть крепким и уметь обращаться с ним, для меня это большое удивление. Очень большой сюрприз. Очень мне нравится. То есть, ему нравится как он работает с лоптом и как он чувствует эту лопту и для него это большое преимущество. Но я ему желаю и хочу, чтобы все ему желали, я не знаю, кто ему должен сказать, он должен всегда думать головой и думать, чтобы всегда работала голова. И играть с ребятами в пас и только играть за счет себя. И когда он это поймет, чем быстрее он это поймет, он может быть топ уровнем футболиста. И когда он то, что приезжает, может быть топ-левел-играч? Балич напоминает мне Миниестер. То есть, он работает с мячом, он очень умный. Футболист и у него даже приема мяча, вот он, я его не видел, у него была травма и недавно он с нами тренировался пару раз. Он тренал пару раз, прежде него не видел и не что было извлежено, но у него прием лопта и предажа совершенно. И все. Казалось бы, вот мяч у него можно забрать, но в тот момент он уже отдает передачу. И с мячом хорошо работает, видит поле. То есть, одним принимает то, что я говорил, что он уже знает, что будет делать дальше. То есть, что он говорил, что он очень хорошо работает, значит, он имеет решение прежде чем получил лопту. Я думаю, что это футболисты, из молодежи, выделяйте Кайдуке. То есть, на что Кайдук может быть доволен за будущее, с тадбаного метажа. Но сейчас у нас появился шанс, у нас сейчас Жребевка была вчера. У нас появилась шанса, значит, был Жреб, Виноградар. И то, что я видел Риеку, то, что я видел Динамо, Загреб, да, это хорошие команды, но так получилось, что они ушли в отрыв. Но с ними можно играть. Но он думает, что и с Риеком, и с Динамом можно играть. А почему мы не можем выиграть Кубок Хрватии? За что мы не можем освоить Куб Хрватии? Все нормально, тем более, насколько я знаю, более дать с двух игр. С двух игр. Такая поддержка, которая здесь на поле. У нас есть хорошая команда. 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 И не видит он тут. Это может быть так, что и на хорошую цель, выиграть Кубок в этом году. И Бог и слепа лучше. Да и Боже, что бы они освоили Куб в этом году. Можешь, Юре? Наглазак был на чем бы ты был задоволен новым человеком? А это ты лично? Чем бы ты был доволен для себя? Для себя лично я бы хотел играть так же, чтобы такая же была атмосфера в команде. И без травм, чтобы все проходило это... Значит, чтобы продолжить атмосферу экипы и чтобы он был без взглядов до края сезона. И чем смогу, тем буду помогать. Буду играть, стараться. Он будет помогать в команде. И вернуться в команду. И вернуться в команду. И вернуться в команду. Суле наиболее многометные годы. Или ты веришься, что ты можешь играть своё наиболее новое? Как ты считаешь? Можешь играть свой лучший футбол? Я в это верю. Он верю в это. Здесь никуда это не уйдет. То, что меня здесь, наверное, пришло от Бога. То, что ему пришло от Бога, то нигде нечет отойти. Единственное, что мне кажется, надо, может быть, прибавить физически в ногах. Есть, я думаю, зима. Треба ещё добить мое... И есть желание. У него желание есть. Мотив... Мотива има. Он имеет большую желание. Играть как раньше. Верите мне, не меньше чем он. Веруйте ему. Не меньше вама, чем ему. Веча желание ему не меньше, чем вам. То, я думаю. Спасибо. Спасибо.